доброе утро доброе утро снимали снимали начало и поняли что я не включила камеру короче вот так но в любом случае посмотрите еще раз на этого человека да было тяжелое утро у него сломала самого утра машинка триммер я пытался зарядить он не смог и не в итоге поскольку у меня уже однажды на одну сторону его хватило там ничего не оставалось да но это было довольно проблематично да поскольку у меня бритва то старая совсем но мне не нужно бриться как бы там подобно лезвие тупые и вот это вот недельную поросль на лице и конечно было трехнедельная щетина я недельную я неделю вообще не равнялся неделю то есть вообще не равнял и поэтому это вообще отросла так отлил я с лайка не поняла она хочет 30 минут в общем быстренько расскажу у нас на улице очень хорошая погода очень тепло не смотрите что я тепло одета мы решили поехать двигаться погулять это там на такой парк в лесу как бы лесовыми где-то давно там были когда еще маленький какой константин ходил уже понятно не хотела не ходила коляске был мы так помнишь коляску по всем ступенькам таскали а фитнес такой еще раз были там не было какие-то лазалка идем пытался нет нет не было это вам был очень маленький вы эту коляску везде таскать я тоже хорошо запах короче мы решили туда поехать вот и просто как это в лесу я знаю что я пока он там где-то будет ползать я посижу короче я подмёрзну поэтому я решила вот так вот одеться потеплее кость а скажи всем привет по погоде по погоде потому что он будет везде ползать там по-любому и мы решили заехать взять кебаб позвали с собой тоже катю с ее ребенком к нам присоединиться что не было да и мы сейчас вместе сейчас мы купим кебаб и поедем вместе все сюда катя спрашивает сюда на посмотри сюда ответь и да или нет вот короче приехали за кебабом у нас на райончике здесь и заправка и поедем блигать мы сейчас разберемся туда тебя боится заблудиться вы же знаете да что мы любим этот раман супчик который в центре города и мы сюда приехали оказалось что у нас на районе вот есть тут он раман рига вон а мы ты не знали мы такие вау круто у нас теперь рядом есть раман супчик да круто надел то что видимо раньше был кебаб пошли вам тут не нашли поэтому кебаб у нас накрылся возьмем что-нибудь на стату или покушать что-нибудь настроил на кебаб вот такой вредный который знаешь такой сухой с соусом вкусненько дай мне тоже одну штучку ты решил слушать обои перешел с ума чем-то мыть не отходить на всей машине когда было бабу помыть и все учетают картошка это картошка и давать я думаю что мы не так не это free картошка ну я тебя не понимаю бургер она спрашивала с луком и сказала что все ваши на очень я люблю нас потолок вернили на санту кей сейчас у него сад это булочку артитер с этой индюшки там мясо вкус не было мы была скидка восемьдесят сантимов вот там булка сама все вкусно она такая как будто там много сливочного масла добавлено и мяско тоже вкусно такое как на волокна разобрана и сыр вкусный соус вкусный ничего лишнего короче не заходим и будет в раббургер новый да потому что это новый какой-то с каким-то новым шимичури или когда-то ладно едем на теперь чисток но теперь можно снимать ну вот мы все помыли хлебнул кофе ку скурчился когда мы давно никуда не ездили сюда не пили кофе но так чтобы заехать и взять кофе куда-то поехать подольше нам не хочется что час до такого не так катерина что-то прислала нет она на мурья ну где-то я не знаю где она еще на перстала мне что ну на мурья но она дальше что мы или где она она что где она она впереди нас где-то на пару километров вкусный а как соус острый котлетка стоим когда ты честно когда две котлетки не котлетки обманули но соус очень вкусный чем мануле не сказать что там будет как обычно больше котлета мне кажется они не допадут не запустят о самом здоровье больше овощей и поэтому больше болтки до посмотри какой слой очень много сегодня полиции потому что погода хорошая все едут все нарушают все друг друга понять чтобы быстрее приехать или пробку не попасть сейчас пробки будут подождем еще на на сторону секунду не подвинулись мы такого а кстати мы вам рассказали мы рассказали да что у нас открываются все маленькие магазинчики ну как маленький магазинчики короче открывается магазин до 7 тысяч квадратных метров это рассказывали сейчас они приняли еще другой закон что если торговое помещение не более по четырех или пяти арендодателей тоже нашли виновных торговый центр виноваты во всем да все это распространено нет а я же не так не говорят но просто вот это приезжали мимо доме на сколько понятно дело что сейчас у всех торговых центров у них печальная ситуация конечно же сами понимаете во первых это большое помещение его нужно содержать все равно это не так что-то типа это я же тебе принадлежит и даже вот у вас дома если вы принадлежите он платит куда земель и налог и так далее тут аналогично только представьте это еще нужно охранность охрану оплачивать что это же должно все охраняться магазин и все витрины все там сигналки самочные торговые центры строятся на кредитные деньги не на свои деньги должны зарабатывать абсолютно такие деньги на кого-то потратить сигналки те же самые уборщики что это все нужно освещение электричество отопление если как бы она еще нужно ну то есть это ну там же товар какой-то магазин всегда тоже нужно все даже страховки да то есть равно таскнули пипец короче убытки у них же же чаще и мы сейчас вот сначала нас было знаете наверно что у нас с торгового центра висели белые флаги тоже было как-то месяц два назад наверно а сейчас когда открыли в реальном ущемление а вот это что возмущалась кстати я не выращалась еще на камеру сейчас возмущают нет мне кажется не смещалась по поводу того что у нас чес снимают сняли да и разве я говорила не говорила короче у нас сняли чесно чрезвычайной ситуации в стране нет стране чрезвычайной ситуации нету а ограничений есть вот как так если кто-то из вас конечно юридической стороны подкован больше объясните мне пожалуйста как в стране где на законодательном уровне я имею право вести например какой-то легальный бизнес плачу налоги у меня зарегистрированный да и мне с бухты барахты запрещают работать вот как так или например если я обычный человек у меня например там нету там каких-то я не под домашним арестом да ничего такого это же почему не могу встретиться с друзьями почему не могу отпраздновать рождения с пятью шестью семью друзьями почему если как бы никто мы все неподсудимые ничего почему как у нас нет я понимаю когда есть чрезвычайная ситуация у тебя есть ограничения а так получается они меня лишают моих прав я хочу встретиться с друзьями почему я должна себя как бы как и наши все в порядке в стране чрезвычайной ситуации то нету это как-то это когда у нас комендантский час вели мы разговаривали с юргусом тоже я говорю что в польше тоже думали вести комендантский час но президент сказал что чтобы вести комендантский час нужно в стране должно быть объявлено военное положение военное положение объявляться он не хотел поэтому комендантский час там не вели я не знаю как сейчас там все но но сама суть то есть чтобы были какие-то ограничения в стране которые в принципе по конституции по закону я имею право что-либо делать чтобы меня могли ограничить в передвижении там мы не зато в покупке или лишить никаких-то прав должна быть как минимум чрезвычайная ситуация в стране но я так считаю логично она была бы здесь поэтому я увидите меня я не понимаю как это с юридической точки может быть законно когда все зашибись ну не зашибись на им да когда нет чрезвычайной ситуации объяснить себе но ограничение есть то есть у меня ближе старом почему я не имею права работать почему стране же нет чрезвычайной короче ну так вот торговые центры да все их печально вот мы ехали на доме на у них такой большой билборд это туристический бизнес сняла туристический бизнес они разрешают работы пожалуйста тоже куда это уже другое дело работой ну да ну они же не запрещают работы я имею ввиду скажем вот магазин у меня магазин или ресторан почему я не имею права работать давайте опозитивно давайте опозитивно короче мы увидели был билборд вот этот большой белый билборд и там была запрещена как касс смерть с косой было написано что ну по-аторски было написано переведу попробую типа что виновный не был найден виновный был выбран но типа торговые центры написали типа что виновного не нашли дети все заражения проходят но я так понимаю они просто выбрали но значит торговые центры и просто им запретили работать сколько это людей и работа там теряет из позитивно у нас позитивная у нас погода хорошее с позитивным мы все-таки даже нашли вчера купили мелкому какой-то обувь ну как бы купили простое потому что но обратили внимание что цены выросли до бэйби сити то есть эти где прошлый раз покупали и видеть там такие же кроссовки у него были прошлой весной или осенью ну неважно короче мы покупали не помню сколько но сейчас они выросли ну выросли да мы купили 20 с копейками такие 40 стоит да ну как бы так ну в общем ладно ну мы хотели что-то такое что мы на детской площадке ползать убивать но в итоге мы нашли маленький магазинчик и вспомнила наталья на стопу маленький магазинчик мы заехали туда мать ночью вот а еще есть позитивная потом потом он покажу короче у нас перед окном в спальне если вы помните еще когда гостик маленький был мы показывали нас березы растет так вот у нас там это березы где-то тут разделка веток гнездо но там как бы как уже сколько-то лет и периодически это занимает и сейчас обычно у нас там весной происходит баттла ручайки и вороны еще там не знаю круче не задам так и падла видим где-то за гнездо я не знаю но сейчас там ворона купировал это гнездо и высиживает яйца тоже недели две наверно я так почитала что они где-то 15 до 19 дней не было интересно но чем вот она там крути такая мамочка сидит яйца высиживает и прикольно еще листиков пока нет так я хорошо видно я потом сниму покажу интересно посмотри когда не вылупаться какая-то будет вот такой у нас соседка прям рядом вот вот Субтитры сделал DimaTorzok Он подбрился Такой странный Костик тоже странно отреагировал Когда утром убит Все, мы пришли в парк Наверное, рассказываешь Я же не знаю, кто Ваш блог читает, не дай бог Не там, что скажу Знаешь, как заинтриговать Вот так вот, да, не расскажу Короче Дети бесплатно Людям, взрослым 3,44 за всех, да? Или за себя одного? Десятка с нас, с троих было, короче говоря Там выше, где закрывая площадка Закрывая площадка закрыта И торниц тоже какой-то там закрыт Техническое место Пей чай, пожалуйста, пока он теплый А то мы заберем Выпросил чай Ему соль А теперь Смотрите, как красиво Вот там вот дальше Прикажет Вот тут шури Да Лес Ну все равно свежий воздух Птички поют уже Птички поют Нужно было монетки взять Дай мне пятерку Вдруг кукушка А у меня нет пятерки Ну как я тебе дала уже десятку Могу пятьдесят дать Давай пятьдесят У меня деньги будут Вот пятерки у него нет И сутя пятерка Ну зажрать хотела А когда сказала Давай пятьдесят Тогда сразу пятерка нашла А с Костя А вдруг, да, кукушка А мы весь денег закукованные Мох такой Мох на ты, мох Да, Костя? Кто опять чай не пьет? А, вот на ковид заблокировали Сказали техническую емы сладель Техническим причинам Да, да, да Рассказывайте Да, жалко, красиво там А, наверное, потому что Одна досочка сломалась А, ну специально еще доску сломали Видишь? По техническим причинам Вот там вообще красиво А, смотри, там даже мостик какой-то, да? Вот сделали Видишь, маленький? Да, вижу Перебираться На самом деле Вот сейчас вот приехали Чего-то я подумала, что Чего-то я соскучился по лесу Я тебе говорю Хочется уже куда-то Шашлык, дача Посидеть вот так вот Ну даже вот не на даче А вот именно вот так вот Не видно Вот бабочка Вы видите бабочка? Видите бабочку? А я в зимней куртке Блин, не улетай А я тебе снять хотела Откуда ты знаешь там Как ты рычишь? Там белочка Там белочка Да, там белочка Посмотри, там белочка Белка Оп-оп-оп Как обезьянка Белка-обезьянка Кайф ему Они играются, да? Да-да-да Прикольные там Не то, что в зоопарке, да? Ну да Побегать можно Погрызть что-то Повалить там Показывает на все На что гораст Такатонна бежит, да? Он такой Ну поиграй со мной Ну поиграй Ну давай Ну что ты Ну Тут такой Холерик и меланхолик Знаешь? Ну реально У них разный характер Как-то Если мокрый Уйди, уйди Да-да-да Да там прикольно Пойдем Да теплое Да ну тебе Там холодное Да теплое Теплое Я тебе говорю Реально как люди Знаешь Кать, кто там? Лос Лус Лус Рысь Рысь Как-то по-латырски Лусис Да, похоже на лося А, вон он подберил Где? А, вон он лежат Светленькие такие Два пятна Второе А, да Одно, наверное Не, два Одни лежит Другой сидит Видишь? А, да Как кошечка Вон наши лесные свиньи Мэжицуки Кабаны Смотрите, как они все Вытоптали Нафиг Целое Все, что это самое Все вытопано Где? Пришли сок посмотреть Такая гордая Отвернулась А, вон еще одна Посмотри Вон там за решеткой Затем Ну, возле стенки Видишь? Там лось Пойдемте смотреть Лося Ой, какой Безрогий Что-то кушает Безрогов вообще так странно Выглядел, конечно, он Такой не далось, да? Нет? Не, не знаю Такой прикольный Я бы потрогала бы мордочку Кушает он, да Можем и помочь вам Если очень хочется Можем помочь Очень красиво У них хорошо оборудованы, да? Проборядки Да Сейчас супер Возуковка свежая Да, Дима говорил, что соскучились уже По лесу Какому-то такому Да Очень хорошо, что выбрались Все, ну, уже все живот Смотрели уже Да Мы же идем на выход Погода опять распогодилась А в один момент Что-то драмахнуло Как будто то ли гроза То ли что Ну, как-то так Мужчина упала Не говорит эти слова Не запикать А, ну да Может, что-то упало Непонятно Здорово Гуляли, потом бургеры Так что, если у вас есть лес рядом Обязательно воспользуйтесь возможностью Когда хорошая погода Съездите Да Вдохните за себя И за нас, за всех Короче, у нас просто Идея есть Мы хотим взять что-то поесть С собой Ну, думаем, что приехать Чего к нам домой Заехать Заказать что-то поесть И потом Поехать На Ушаковую кепку Там пикник устроить Мелкие там Полазят по коркам Ну, в общем, еще посмотрим Дети по-любому уснут в машине Потому что они так это наносились Нормально, нам, чтобы часик поспать И он будет, а не выспиться И так, чтобы нормально выспаться И под ручком будет Все хорошо Ну, в общем, короче Посмотрим, как там сейчас будет Сначала сейчас доедем домой И там решим Как, Костя, здорово себе ехать? Костя? Как, як царь Як царь, да Мы тут ехали Он взял в одну руку Длинную палку В другую шишку И как царь Со скипетром Камень, да Ну, камень был, да И скипетр И как держава Держава, да Вообще, мы сейчас говорим Просто, что Прикольно Кровечет глобер Все-таки Где-то целокат Да Он у нас Где-то и по снегу И по песку Окей, как бы Удивился, что еще года нету Мунда, года нету Но Блин, я реально по снегу Там по снегу С солью По грязи По песку Еще не скрипит даже И здесь, да И он, как бы Ну, вот сейчас тоже И по камням Там и Короче, до свидания Нормально пока Так что, да Я ожидала, что к весне Он сломается Потому что, когда мы По снегу Там по сугробам Я толкала его Вот так вот Да Ну, сейчас посмотрим В принципе Скоро его нужно будет Трансформировать Уже просто в самокат Я думал, что он не наживет Но пока вроде Выглядит так, что он доживет Думаешь, будем сразу самокат Или уберем просто ручку Чтобы он сам ногами Палкал Нет Все, самокат Переставим Все ногами Да, да, да Ну, к лету Ну, к лету Да, да, да К лету тогда и все Ну, посмотрим, как это все пойдет Ну, короче Если у вас есть дети Там возраста Получается Двух лет, в принципе То это очень Даже полтора, наверное Сколько соскаки там можно И когда он крепко сидит, наверное, да Да Когда он нормально сидит И нормально сидит То, в принципе, можно И удобно Это удобно, чем коляска Думаю, что он Меньше, легче Меньше, легче В одну руку взял Как палку и поймет Машина так кинулась Короче, наша Катиандра Соскочила Мы пока ехали Попали в пробку У Димы сел телефон Поэтому Васька Им пользоваться не мог Мы не знали, что там пробка У меня Васька не установлена На новом телефоне Короче, мы попали в пробку И Катя позвонила Что у нее Васька сказала Там куда-то ехать Другой чем Она объехала пробку Она говорит Мы, наверное, все-таки Поедем домой Завтра, может, к вам заедет Поэтому мы решили заказать в Илландесе Цезарь салатик Дима себе Каталету И на самом деле Погода подпортилась Посмотрите Кстати, вот Видите белые флаги То, что я говорила Про торговые центры Ну вот Так вот Мы зашли в Римчик И мне тут недавно Прямо снилось Как я ела Нектарины Или персики Не, не персик На таком зеленькарины Или абрикос Ну, короче, только сочная сочная Знаете, что это пахнет Я понимаю, что это сейчас нереально Я еще арбуза Тоже мечтаю Вкусным арбузом Но арбуз вкусно Хорошо, если В июле будет Ну, настоящий такой хороший Ну, может, как-то и в июне будет Ладно, не суть Короче, мне тут недавно приснилось Что я ела очень вкусный абрикос Нектарин Ну, короче, с гладкой шкуркой Такой сочный Сочный, знаете Когда пусаешь Он прям так Прямо Прямо Там Че-то Ну, в общем И Мы зашли в Римчик И я смотрю Я взяла Они все мягкие Но я думаю Может, половины пощупанные Поэтому я взяла там Которые подальше Которые пониже лежали Не знаю Они либо подмороженные Либо, ну, они реально мягкие Но они Пахнут просто Мать моя женщина В общем, вот так вот Ладно, все, едем Короче, большие надежды Возлагаю я на этот Нектарин Прям Прям нереальные Прям мечтаю о нем С тобой поделиться Нектарину мне Я на самом деле не лечу Ну, я с Костиком поделюсь Ну, фу, кака Значит, выкини раз Фу, кака Ну, вот мы уже Мой салатик Димина Каталета Ну, ты как Горяченькая у тебя еще И помидорчики твои Приятного аппетита Костик уже поел В машине Ой, приятного нам аппетита Я еще хочу Мне не терпится Прям этот Нектарин Попробовать А ворона куда-то улетела Короче, хотела показать вам ворону Ну, вот смоталась Картошка вкусную ешь, да, папину? Ну, хвастаюсь Сохвастаюсь А вкусная картошка, да Короче Попробуем Кажется, он не сезон Еще, как бы, не сезон Но от косточки не отделяются Так легко, значит Ну, он вкусный, но он не сочный Нет такого, что кусающего, что кусал Ну, хотя бы пахнулся, хотя бы по вкусу вкусно Ну, как бы это, по вкусу вкусно По вкусу не то, чтобы вкусно Видите? Обратно вернулась Где ж ты гуляла, мать? Наверное, на разминку улетала Ой, улетела опять Ну, короче, вот, видели вы Пока вам пыталась снять ворону, она улетела Она, я думаю, сейчас вернется обратно Просто я обычно на балкон не выхожу Но, видела, что я вышла на балкон Такая, стриманула Вот такой вот у нас был денечек Костя, скажи всем пока-пока Пока Ты очень громко телевизор включил Ну, он громко еще не умеет у нас включать Ну, ладно, тогда, короче, не будем долго болтать, да? Скажи все ата 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 Вам всем ата Всем пока Пишите комментарии, мы очень ждем Спасибо, спасибо, что смотрите нас большое Вот, и что еще сказать А, ну я хочу еще, пожелаю, чтобы все это быстрее закончилось Я очень хочу в ресторан Сегодня зашла, когда мы кушать брали Зашла в это самое Смотрю, столики накрыты, бокалы стоят Я так захотелась посидеть Ладно, бритый ты мой А кожа как у младенца Да, конечно, младенца, она не колючая Ладненько, все, всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok